Я звоню, неделю нет, второй нет, третий нет, я на третью неделю ему звоню. Человек, кто божий, где ты? Он говорит, да я вот это, ну, я уже вообще сильно соскучился, не могу, так хочу. Я говорю, где ты? Вот эти вопросы иногда мужчине задашь, а он как карась хватает по камышам. Где ты? Я на работу устроился. Я говорю, хорошо, но ты где? Почему тебя нет? Я уже, да, я сам понял, не делай это. Меня, говорит, предложили, я их схватил сразу, и сразу все, уже три недели. И меня, говорит, всегда все время ставят на воскресенье. Говорят, так всегда с новообращенными бывают на работе. Все, мне мной дырю затыкать, я говорю, где твои приоритеты? Как ты духовно? Вопрос прямой, я вам дайте прямой. Как ты духовно? Ну, скажи честно. Что-то плохо я духовно. Три недели назад было лучше. Сейчас прям уже как-то я не молюсь сильно, я что-то описание, уже работаю, у меня тут все что-то слова плохие, какие-то в голову лезут. Все, я говорю, слушай, спасай душу свою. Вы не сможете заработать всех денег. Вы не сможете себя обеспечить комфортом, видимым. Ваша плоть вас предаст рано или поздно, если вы подведете свою душу. Но невозможно так быть христианином и вкладываться в плоть. Сеющий плоть от плоти пожьет. Трение, предательство, оставление, боль, разочарование. Но кто свой дух сеет, для кого есть приоритеты? Когда человек, знаете, про ослабление заиграл, у нас всегда есть кто-то, когда я с ним беседую в пастырском кабинете, выхожу, музыка заиграла, я сразу хочу идти на про ослабление. И я вижу, всегда есть кто-то, знаете, немножко надо вот это, еще посидеть, надо подумать. Есть парень один, он только услышал, он говорит, нет. Знаете, вы хоть где сидите, а я иду Иисуса послугать. Бежит прямо туда. А есть грубие. Пока они примут решение, куда пойти, в раздевалку или наверх, может в туалет заглянуть, может еще и СМС не проверить. Что можно впоследствии от этих людей в служении ожидать? Сею. Ничего не изменилось. Сеющий плоть от плоти пожьет. Сеющий дух от своих приоритетов, от своего посвящения к Иисусу, от своей заботы за собственную свою душу. Многим скажешь, пойдем на конференцию, у них сразу плот какой-то. Пойдем, а другим скажем, пойдем на конференцию, он уже придет сюда. Знаете, почему-то вот у таких людей и с работой хорошо все получается, и знаете, ими дыры никто не затыкает, и вот они все как праведники успеют, и все нормально у них, и Бог их благословляет. Почему? Приоритеты правильные, и они способны их защитить, скажите, аминь. Поэтому он ему говорит, душу свою спасай, душу. Зачем бы ангелу говорить ему об этом? А потому что он видел, что у Лота уже изменились другие ценности у него. Второе, он ему говорит, не оглядывайся назад. Посмотрите, очень серьезная ошибка у многих из нас. Мы живем в своем прошлом. Давайте согласимся, но давайте честно. Бывали ли времена в церкви на заре получше, чем сейчас? Ну, если так, честно. Бывали. Да в любом случае бывали. А если я спрошу, а у тебя духовно в жизни времена получше, бывали или нет? Бывали. Многие скажут, конечно, бывали, потому что я же помню, ничего себе у нас бывало. И мы молились, мы искали к Господу, и мы смотрели вперед, мы простирались. А сейчас я смотрю назад и думаю, как-то вот раньше было лучше. Времени больше свободного было. На ячейку никто не звал. Петь тут не составляли новую песню. А я вам хочу сказать, друзья, как хорошо, что сегодня тебя зовут на ячейку. Как хорошо, что сегодня мы поем и прославляем Господа. Если надо, и час будем стоять перед ним на коленях. Как важно сегодня не жить в прошлом и не оборачиваться назад. Как важно сегодня посмотреть третий пункт. Хочу сконцентрировать внимание на четвертом, поэтому я эти два быстро хочу пройти. Он сказал, нигде не останавливаясь. Вы знаете, что это смертоносно, когда церковь останавливается в своем духовном развитии. Вы знаете, что это достаточно смертоносно и небезопасно, когда лично каждый человек останавливается в своем духовном развитии в Боге. Это небезопасно. Вы знаете, что парень сейчас молодой сколько тебе лет, дорогой сын? 17 лет и у него есть талант играть атмосферы которая сейчас есть в этом зале благодаря тому что он делает но представьте себе если он оставится в своем развитии музыки такой какой он сейчас есть и пастор сергей приедет или какой-то другой варфоломей приедет и его сколько тебе 27 а он все так же и то же самое абсолютно молодец ничего не потерял все много сохранил как затем ни одной овцы не потерял все на своих местах где развитие где развитие где прорыв вперед где твоя мечта где твоя цель где твоя страсть и твое посвящение прости что я на тебе пример привел но просто видна бога потому что он будет развиваться он поймет невозможно остановиться если я остановился я начинаю деградировать а если я в сердце свое положил желание не надо никого винить в церкви мало служения в церковь далеко находится в церкви цвет стен не тот еще чтобы придумать и чтобы себя оправдать но если я лично сказал внутри себя я буду развиваться чего бы мне это не стоило я буду искать бога я буду читать слова я буду молиться я буду получать потом смотришь тебя бог начинает сам распространять твои пределы тебе не надо ничего уже пить себя грудь и кому-то доказывать что ты хороший это начинает естественным образом распространяться ты говоришь у нас церкви не так как у вас у нас кто берет того и грузит то везет того и еще больше пригружает а посмотрите на это по-другому может быть придет время когда может тебя грузит и ты верен малым и ты проспираешься вперед и ты проявляешь больше надежности и пастор видит тебя что ты человек слова мужчина ли ты не женщина ты надежный у тебя еще свой бизнес у тебя еще своих полно проблем у тебя и дети растут и машина остановилась у тебя одно и другое но ты по-прежнему стремишься вперед дьявол тебе пытается остановить он тебе как палки в колесах он у тебя как сегодня у меня эти книги поиграл я думаю что ж такое за проблема то кто там кто там я их дома вчера забыл жена моя весьма их на вокзал я вам не отдал я их вагоне забыл сегодня поедем сейчас после служения обратно я их завтра могу забыть поэтому я прошу пастора возьмите книги чтобы я не забыл в конце концов я уже не милая книги в поезде забыл а их начало смеяться ха 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 я говорю вот так голова моя заполнена тобою развитие это жизнь аминь и третье он ему и четвертый он сказал спасайся на гору я вот задаю вопрос а почему на знаете у меня есть благословенный киес которого я искренне люблю знаете в самом начале когда я приехал в казахстан чтобы просить руки его дочери он смотрел на меня очень странными глазами знаете почему я даже не знал почему но когда однажды он со своей моей нынешней мамой моей тещей драгоценной прочитали книгу 1964 какого-то года как коммунисты писали про верующих людей не очень страшные слова как мы очень когда беззакония делаем на каких-то специальных хлебопреломлениях у нас кровь течет ручьем причем это кровь детская причем мы выключаем свет как сегодня помните про начало служение никого не видно делать все что хочешь раз и мы в этом он прочитал все это представьте себе и он реально знает к нему уедет пятидесятник зачем забрать его дочку дать это страшное слово замуж я приезжаю он на меня смотрит и говорит ты пятидесятник боже мой и ты пьешь кровь детей и он не знаете он взял свою дочь мою нынешнюю жену и он забрал у нее библию нашу дал ей другую библию там все крестом осветила привел ее там в одно место в храм и ей там спрашивают на иных языках молишься она говорит молюсь и он к тесте моему говорит не вернуть ее почему понимаешь говорит когда вавилон строился башня вавилонская строилась моя жена стоит и слушает эту проповедь когда строился вавилон когда люди отступили от бога когда все было безумно страшно и проклято бог сошел с неба и посмотрел что люди погрязли в гордость и ересь и смешал бог языки и они стали говорить на их языках и если кто говорит на их языках не реально поплять она слушает и не верит своим ушам и он не запретил церков ходить со мной общаться запретил я молился я говорил господь я выбираю я выбираю тебя даже если я ее полюбил не придется отказаться нет никаких шансов я тогда расстелил перед господом шкуру и сказал боже вот если вот этот вот есть пусть бог его благословит коммуниста замечательного человека божьего приедет сам ко мне в омск и скажет хорошо приезжаю на переговоры вот тогда точно будет от тебя вот это невозможно было совершенно но я такую шкуру расстелил невозможную какая разница проси невозможного веке всего выпустишь я помню вышел я куда-то из дома пошел в какой-то магазин представьте приехал приехал через восемь месяцев сам не поднялся ее послал и если сходи ему скажи а поиск приезжает и говори я какую книгу прочитал я прихожу записку приезжает говори я говорю о прием я приехал мы сели за стол он и теща мне в будущем я сел два часа двадцать минут дух господин сошел на меня я ему рассказал как вообще можно жить в семье без пятидесятника и говорит мы подумаем ночь можешь переночевать у нас кстати себе я руки и прошу и сердце и вот такой пресс меня преследует как я себя должен чувствовать вообще он при мне ей говорит слушай там же был помнишь коля учился с тобой может лучше поля мои уши это слышу я думаю боже мой благослови человека божьего коммунистра ночь по ночью у нас потом мы тебя утром скажешь я выхожу утром у него большой дом такой я вышел он там крутит свое колесо я подхожу а я сразу подхожу вниз буду ни есть ни пить пока не скажешь мне утром смотрит на меня крутит свое колесо и говорит ладно я говорю и я тебя благослови я говорю и я тебя благослови и и и и и